Повод, собравший представителей небезызвестных организаций и общественных объединений Брещина, действительно значимый. Вопросы популяризации здорового образа жизни и не менее актуального профилактики неинфекционных заболеваний сегодня стоят остро. Остаться в стороне не представлялось возможным. Тем более, что уже две области Беларуси активно поддержали инициативу организаторов уникального для республики масштабного долгосрочного проекта БелМед. Его официальный старт был положен в 2015-м. Основные цели инициативы – укрепление системы здравоохранения посредством многочисленных мероприятий, помощь и поддержка разработки национальной стратегии, системы охраны детства и материнства. По инициативе Министерства здравоохранения несколько лет назад и был разработан совместно со всеми, и с агентствами ООН, и были задействованы большое количество специалистов здравоохранения в разработке этого проекта. Охват, скажем так, проект распространяется на территории всей Беларуси. Есть, конечно, пилотные какие-то, пилотные регионы, которые определены министерством здравоохранения по определенным, так скажем, направлениям. Но вообще никакой разницы и концентрации, так скажем, в каком-то одном регионе нет. То есть это вся республика Беларусь. Одной из подпрограмм проекта и является конкурс «Инициатив». Организаторы очертили участникам четыре тематических направления для работы. Профилактика неинфекционных заболеваний, партнерство и сотрудничество в сфере продвижения здорового образа жизни, совершенствование оказания первичной медицинской помощи на местном уровне, а также профилактика травматизма среди детей и подростков. Прием заявок ведется по сей день. Среди поданных к моменту встречи более 50 разработок. У нас 9 победителей в Витебской и Могилевской областях. Основными темами там были разные. От создания образовательного центра МЧС в Могилеве до закупки электровелосипедов для сотрудниц ФАПов в одном из витебских регионов, районов. Я не знаю, но как правило, самое большое количество заявок приходит с таким наполнением, как развитие физической активности, создание инфраструктурных условий для этого. То есть оборудование, либо усовершенствование каких-то спортивных объектов, площадок, новые, то, что идет в ногу со временем и вызывает интерес у молодежи. В приоритете инновационные идеи в сфере здравоохранения организаторы дают предпочтение новым подходам и методам. Однако мало одного лишь плана работы. Участники-заявители берут на себя ответственность за реализацию своей идеи в дальнейшем. Организаторы, в свою очередь, за финансирование. Мы со своей стороны планируем широко проинформировать все области и различные ведомства о результатах реализации этих инициатив. То есть презентовать их как лучшие практики, которые можно распространять и реплицировать опыт. Например, если инициатива была реализована в Брестской области, ничто не мешает реализовывать ее в других областях. Но это уже будет внедряться в практику за счет местных бюджетов, за счет поддержки организаций других.